Доброе утро, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инстатв. Трейдеры замерли в ожидании смены тренда. Котировка самой популярной валютной пары на рынке EURUSD находится вблизи технического уровня разворота. Вчера в первые часы работы американской торговой сессии график колебался в узком диапазоне между отметками 1.1215 и 1.1240. Ощущение нахождения на развилке обострялось ввиду относительного спокойствия покупателей доллара США даже после выхода неоднозначной статистики. Эксперты исследовательской группы Market засвидетельствовали ослабление деловой активности в производственном секторе американской экономики. Согласно предварительным расчетам, производственный PMI в США в мае окажется ниже, чем в апреле. Показатель опустился к отметке в 52,5 пункта. Это минимальное значение с сентября прошлого года. Аналитики же, учитывая недавние позитивные данные по промпроизводству в стране, надеялись увидеть оживление деловой активности. С другой стороны, рынки порадовал показатель по ключевому сектору американской экономики в сфере услуг. Здесь PMI, напротив, продемонстрировал лучшее значение за 4 месяца. Деловая активность в секторе услуг оживилась до 54 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали менее активное развитие сектора на уровне в 53,3 пункта. Финальным аккордом в списке публикуемой статистики из США стал отчет по объему продаж жилья на первичном рынке, оставив после себя все же минорный лад. За апрель месяц было продано на 11,4% меньше жилья, чем в марте. Рынок был настроен на то, что объемы снизятся после бума продаж, характерного для ранней весны. Но все же прогноз оказался гораздо лучше фактических значений. Тем не менее, как мы отметили ранее, спрос на американскую валюту сохраняется. Скорее всего, трейдеры не решаются продолжить продажи доллара и ждут сигналов к возобновлению его покупок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова